Привет, 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 песеры, с вами Морж, продолжаю я играть турнир ЕС Собака, собственно 3-4 матч сейчас хочу вам представить, играть я буду против Муслима, второй мой соперник, состав я свой не менял, продолжаю играть вот таким вот, достаточно обычный вот, можно было конечно напихать по полной программе эпиков, биг таймов и всего остального, но мне кажется так будет интересно. интереснее и нагляднее, по крайней мере для тех ребят, которые не хотят донатить, что можно и обычными карточками нормально вполне все делать. В общем, представляю вам нарезку второй и третий матч, Муслим играет под эмблемой Бешикташа, первый раз, первый матч хозяин номинально он, и спокойненько он свои атаки начинает. Кстати, начал он достаточно резво, Лёва из-за штрафной ошеломительно пробивал, Куртуа шел в правильный угол, но мяч даже в ворота не попал. На пятой минуте я смог ответить, Неймар тут пытался прорваться, были ошибки у защитников, мои ребята мяч перехватили и Де Пауль пробил в дальний угол ворот, что для Алисона тоже проблем никаких не составило. 12 минута, Салах открывает счет в этом матче, ошеломительный удар, хорошо развернулся, потрясающая карточка Салаха, дико нравится, центральный нападающий, охотник за голами, разве что удара без подработки у него нет и, к сожалению, удар без подработки ему не поймать. Да, если ты хочешь поучаствовать в турнирах, в описании и закрепленном комментарии я оставляю на телеграм-группу ссылку, которая называется ЕСОБАКА турниры, читай условия, заходи, читай посты, общайся с админами, в общем, все это можно сделать. 18 минута, Месси попытался на правом фланге побороться за мяч, Де Лихт, вот здесь вот ошеломительный навес должен был, наверное, проходить, но мои ребята сыграли в отбор, а Де Пауль вот так вот не попал в ворота абсолютно ужасно. Я не знаю, каким образом, но я такой что-то такой аж присвистнул. Зинченко на 23-й передаче с фланга слева, Ливандовский, да, оказывался на острие, пробивал головой, пока что Куртуа мой справлялся. 34-я минута, снова ошибка, снова ошибка, я не знаю, почему он играет возле своей штрафной передачи, Минин Неймар здесь уже не сплоховал, спокойненько с подкруточкой закинул в дальний угол ворота. 2-0, выхожу я вперед на 35-й минуте. Вот здесь вот какой-то совсем непонятный навес у Муслима получился, возможно, что-то заглючило, возможно, не ту кнопку нажал, к сожалению, такое бывает. 45-я минута, конец у нас первого тайма, и я мог, конечно, по полной нарваться. Мбопе на левом фланге делал передачу на Ливандовского для Куртуа, это проблем не составило, удар шел практически по центру, а Левах, кстати, головой играет вполне себе неплохо. Так, первый тайм мы и завершили, два мяча я впереди, достаточно уверенно, 4-2 по ударам у меня, 3-2 по ударам у Муслима, и мы погнали на второй тайм. Маркиниес отдает на левый фланг на Эрнандеса, тут идет подключение, перехват мяча от моего оппонента, передача на правый фланг на Дембеле, и вроде вот Эрнандес здесь справился, но нет, ошибка, и Дембеле ошеломительно подает на Зинченко, который точно так же, как мой Депауль, не попадает в пустой угол ворот. Но Зинченко как бы головой не слишком хорошо играет, а Депауль, ну, наверное, ногой все-таки в пустой угол ворот хотелось бы, чтобы попадал. Опять ошибка, с ошибок я смотрю, вообще много достаточно голов у нас залетает, кстати, Депауль тут не реализует второй свой отличный момент на 54-й минуте. Разыграл я, доволен был как, но, к сожалению, уголом это не закончилось. 75-я минута, шанс для меня на контратаку, я уже сделал замены, Бен Ядера выпускаю, кстати, да, во втором тайме, можете наблюдать, что и в прошлых матчах я его выпускал. И у Педри на левом фланге достаточно много пространства. Мусяла здесь подключался, вратарь на месте, но атака получилась вполне себе неплохая. 88-я минута, Мусяла, естественно, находит Бен Ядера, он получает свой шанс, знаете, мне кажется, мне пора его менять. Вот честное слово, просто даже в створ ворот не попадает. Хотя мог бы ставить стопроцентную точку в этом матче, третий мяч, но, к сожалению, не получилось. Итого, третий матч, заканчиваю я с счетом 2-0, удалось удержать свои ворота в сухости, 7-4 у меня, 5-3 у Муслима по ударам, и переходим ко второму матчу. Теперь номинально хозяином поля буду я, состав все тот же. Меня он, кстати, вполне себе устраивает, да и схема эта более-менее наигралась. Кстати, вы могли заметить, раньше я играл длинную контратаку, сейчас я что-то перешел на быструю контратаку, меня вполне устраивает. Вот прям нравится, прям вроде как футболисты двигаются так, как я хочу. Кстати, да, состав Муслима, перед первым матчем я его вам не показал. И как-то удобненько, как-то удобненько, к кнопкам привыкаю, честно вам скажу, на кнопках, да, пока непривычно, но реально играть гораздо легче, чем на свайпах. То есть, если все-таки вы начинаете или сами играете на свайпах, ребят, рекомендую переходить на кнопки, крайне полезно. Ладно, начинаем мы. Собственно, второй матч, 14-ая минута, я начинаю развивать свою атаку. Салах подхватил мяч, попытался ошеломительно пробить здесь защитники, это все дело блокировали, но мяч оказался у Де Пауля, который снова не реализует свой момент. Кстати, тоже, как и Бен Ядера, может, стоит подумать над тем, чтобы его сменить. С другой стороны, мне очень нравится, как Де Пауль открывается, у него прекрасный стиль атакующий полузащитник, и меня это устраивает. Неймар на 30-й минуте попытался подкрутить в дальний уголок, Куртуа на месте, удар получился не сильный, проблем никаких не составил. 40-ая минута, здесь вот вроде как у Памикана справлялся, но мяч остался у Бруно Фернандеша, хорошо, что без разгона, хотя вы помните, мне без разгона Иньеста так впихнул в первых моих двух матчах. В общем, первый тайм прошел достаточно сухенько, 1 по ударам у меня, 2-2 по ударам у Муслима, и мы весело вдвоем пошли во второй тайм. Значит, что у нас по второму тайму получилось? Муслим начинал с центра поля, но ошибка, и я постарался использовать киков. И я вам скажу, киков был использован. Снова Салах, снова ошеломительный удар, и Алисон вынимает мяч из сетки ворот. Хорошо, и за штрафной, Салах отлично открывается, крайне быстрая карточка. Ну, короче, Салах охотник, реально топчик. Всем советую, я уверен, вы будете не разочарованы. Ну, к сожалению, он был в команде недели, поэтому, если еще раз будет, если с той же позиции, то будет хорошо. Тут уже на 51-м минуте Мбаппе попытался проверить моего Куртуа на прочность, тоже из-за штрафной, но Куртуа оказался прочней. Далее, по правому флангу атакам Мбаппе скидывает на Ирвина, у Ирвина получается прорваться, ошеломительная подача, мяч отлетает Казимира. Старается он ошеломительно пробить, попадает в моего игрока, и я получаю шанс на контратаку. Гнабри отдает на Гаве на левом фланге, вот здесь я не совсем понял, что сделал Муслим, Делих такое ощущение, как будто остановился. И вообще, такое ощущение, что он или телефон бросил, или что, я не совсем понял. Второй мяч залетает в ворота Бешикташа. 70-я минута, Мусяла отдает нам Баппе на левом фланге, снова передача на Ирвина, снова ошеломительная подача, выносят мои защитники. Опять Казимира на подборе, опять пытается ошеломительно пробить, но здесь при помощи рикошетов мяч улетает к Ирвину, который практически запихнул в дальнюю левую девятку мячик. Немножко выше ворот мяч пошел, а Гобы, кстати, был бы очень даже красивый, мне явно бы понравилось. 82-я минута, срезка от меня, Мусяла здесь дал плохо, Демария смог и развернуться, и ошеломительно пробить один мяч, Муслим отыгрывает 2-1, у нас на 89-е, 90-е уже пошла. Значит, Казимира отдает на левый фланг на Гави, у Гави получается отдать передачу на Гнабри, кстати, да, это Гнабри центральный нападающий, Бен Ядер пошел посидеть на скамеечке, потому что пусть сидит на скамеечке. Но Гнабри свой момент тоже, к сожалению, не использовал, вот, здесь дальше должен был быть угловой, но почему-то Муслим отсоединился, вот как-то так. И вот таким образом у меня закончился второй матч, итого 4 матча, 12 очков, я думаю, что с группы я уже вышел, сегодня доигрываю последние 2 матча, опубликую их завтра в таком же формате, надеюсь, вам смотреть, это интересно. Вот, возможно, сделаю какие-то замены по своему составу, некоторые игроки все-таки дофига порят. Вот, спасибо Муслиму за игру, с удовольствием я все это дело отыграл, ну и надеюсь, сегодня 5-6 матч тоже получится отыграть достаточно неплохо, ну а там уже плей-офф и будет гораздо интереснее. Спасибо, что провели этот вечер со мной, спасибо, что смотрите, пишите комментарии. На этом, ребят, прощаюсь, до завтра, с вами был Морж, до новых встреч, пока, пока.